Приветствую вас, друзья! Это канал Откровения, канал о вере в Иисуса Христа и в Его спасение. Дорогие мои братья и сестры во Христе, Господь грядет, Его время пришло. Время второго пришествия Иисуса Христа начнется с восхищения всех, кто пребывал и пребывает в Нем. Именно тогда Сам Господь сойдет с неба. Мертвые во Христе воскреснут, а живые во Христе преобразятся и вместе, одновременно будут восхищены, чтобы встретиться со своим женихом на воздухе. Эта встреча состоится не на земле, а на небе. И состоится она для тех, кто готов, кто бодрствует и ожидает, кто смотрит в небо. Как и ученики, последовавшие за Ним, смотрели в небо, когда Иисус возносился от них. И когда ангелы сказали, си Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом. Как тогда мир не видел вознесения Иисуса, так и сейчас мир не увидит, когда Сам Господь сойдет с неба. Только те, кто верит и ждет, услышат этот призыв, этот клич, этот громкий голос Иисуса Христа, как звук трубы, который призовет их, взойди сюда, и тотчас мы будем в духе. Сегодня 18 мая 2024 года. По еврейскому календарю идет второй месяц Ияр. Месяц, в который Иисус вознесся на глазах своих учеников. Это очень важное время для нашего наблюдения. В этой программе еще раз хотелось бы сказать, почему последняя труба для церкви – это не седьмая труба из книги Откровения. Что такое последняя труба для церкви и когда она прозвучит? Она прозвучит в конце времени церкви. Она окончит время благодати, предназначенное для всех народов, чтобы поверить в Иисуса Христа, полностью доверить Ему свою жизнь и полностью соединиться с Ним духовно, где в Откровении символически показано восхищение всех, кто во Христе. В 4 главе, в 1 стихе. В 3 главе оканчивается время церкви. И в 4 главе показано, что дверь – отверсто на небе. И голос Иисуса Христа, как бы звук трубы, призывает – взойди сюда. На примере Иоанна, любимого ученика Иисуса Христа, показано восхищение всех возлюбленных Иисусом Христом, и всех возлюбивших Его, и явления Его. Слова «И тотчас я был в духе» говорят о мгновенном изменении, призываемых Господом. Вот где показана последняя труба для церкви Его, в 4 главе. Я прочитаю 1 стих 4 главы, который открывает следующий этап пророчества. «Что будет после сего?» То есть после времени церкви на земле, которое было описано во 2 и 3 главе. «После сего я взглянул, и вот дверь – отверсто на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал – взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И дальше «И тотчас я был в духе». Что это за прежний голос, который слышал Иоанн, как бы звук трубы? Это голос самого Иисуса Христа, который есть Альфа и Омега, первый и последний, о котором мы читаем в 1 главе, где Иоанн говорит – «Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил – Я, Есмь, Альфа и Омега, первый и последний». Это голос Божий, голос Иисуса Христа, как бы звук трубы. И все божественные атрибуты Иешуаха Машерха, который един с Отцом, и который есть Бог Вседержитель, описаны дальше в 1 главе Откровения. Этот же голос, который слышал Иоанн, голос как бы трубный, или громкий голос, как бы звук трубы, призовет всех, кто принадлежит ему – «Взойди сюда!» Вот где показана последняя труба для церкви его. Эта труба завершит время церкви на земле, и все, в ком жил Дух Божий, будут восхищены навстречу, в сретении с Господом на воздухе, в небе. В книге Откровения два раза звучат слова «Взойди сюда!», показывающие восхищение. Первый раз в 4 главе, о которой мы только что говорили, где на примере Иоанна показано восхищение всех, кто во Христе, и это процесс индивидуального отбора. Здесь нет массового критерия принадлежности к какой-то церкви, как религиозной организации, или к какой-то динаминации, или к какой-то конфессии. Это индивидуальный отбор, единственным критерием которого является принадлежность Иисусу Христу, который сказал «Прибудьте во мне, и я в вас. Кто не прибудет во мне, извернется вон, как ветвь и засохнет». Единственным критерием этого отбора при восхищении является то, живет ли в твоем сердце и наполняет ли его Дух Божий, Дух Святой, Дух Христов. А во второй раз слова «Взойдите сюда», тоже говорящие о восхождении на небо, звучат в 11 главе, где уже на примере двух свидетелей будут взяты на небо 144 тысячи сынов Израиля. Это уже вознесение на небо группы людей определенным числом «Взойдите сюда», и они взошли на небо на облаке. Так вот, это событие, восхождение на небо 144 тысяч сынов Израиля, произойдет при седьмой трубе, когда седьмой ангел вострубит в трубу, и это будет в середине 70-й седьмины. Вот как это показано в 11 главе Откровения. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им «Взойдите сюда». И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. На примере двух свидетелей в середине седьмины на небо взойдут 144 тысячи сынов Израилевых из его двенадцати колен, и это увидят все. И смотрели на них враги их. И через два стиха сказано «И седьмой ангел вострубил». Седьмой ангел вострубит в середине седьмины, и это не имеет никакого отношения к церкви Иисуса Христа. Это не имеет никакого отношения к последней трубе для церкви Иисуса Христа, его экклесии, его невесты, которая в книге Откровения восхищается в 4 главе. Труба седьмого ангела, которая прозвучит в середине 70-й седьмины, имеет отношение только к народу Израиля, для которого эта седьмина и предназначена. Это они, 144 тысячи сынов Израиля, которые будут свидетелями Иешоа, Мессии, во время первой половины седьмины. Победят дьявола, о чем сказано в 12 главе. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти. Почему седьмой ангел вострубит в середине седьмины? Во время первой половины седьмины архангел Михаил будет стоять за сынов народа твоего, как было сказано Даниилу в 12 главе книги Даниила. Михаил будет стоять за 144 тысячи сынов Израиля во время первой половины седьмины. Об этом сказано и в 12 главе книги Откровения. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Когда это произойдет, в середине 70-й седьмины, побежденный дьявол и его ангелы будут низвержены с неба на землю. И низверженный дьявол будет преследовать Израиль на протяжении второй половины седьмины. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. Это и есть 144 тысячи сынов Израиля. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея. И там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. Это вторая половина седьмины. В 12 стихе 12 главы сказано, «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Свеженому дьяволу остается лишь три с половиной года, второй половины седьмины». И эти слова значат, что событие при трубе седьмого ангела – это третье горе для живущих на земле людей, которое продлится на протяжении времени второй половины седьмины. Книга Откровения описывает три горя. В конце 8 главы, после бедствий, произошедших во время трубления первых четырех ангелов, когда будет поражена третья часть всей природы земли, сказано, «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, горе, горе, горе живущим на земле, от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Первое горе при трубе пятого ангела – это саранча, выпущенная из бездны, которая может символизировать бесовские силы, которым дано будет не убивать, а только мучить живущих на земле пять месяцев. Второе горе при трубе шестого ангела. Шестой ангел вострубил, и освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. События и бедствия при трубе шестого ангела возможно продлятся тринадцать месяцев – час, день, месяц и год. И в это время будет убита третья часть живущих на земле людей. Это второе горе, которое также произойдет в конце первой половины седмины. И при трубе седьмого ангела, в середине седмины, наступит третье горе – горе, живущим на земле, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Это третье горе – от середины и до конца седмины, когда дьявол перед наступлением тысячелетнего царства будет скован, низвержен в бездну на тысячу лет. При трубе седьмого ангела, в середине седмины, оживут и взойдут на небо два свидетеля, а также в их лице 144 тысячи первенцев от израильского народа. Но это не последняя труба для церкви, о которой говорит апостол Павел. Последняя труба – это голос Иисуса Христа, который призовет в начале седмины, в начале скорби, всех, кто знает голос его и идет за ним. Он призовет своих овец, которых знает по имени, и выводит их. И это показано на примере Иоанна в 4 главе. Вот дверь отверстия на небе. И прежний голос, как бы звук трубы сказал, «Взойди сюда». Вот где показана последняя труба для невесты Иисуса Христа, верный, любящий, понимающий и различающий время, ожидающий своего жениха, которая готова, и у которой чресла припоясаны, и светильники горящие. Поэтому очень и очень важно различать, где книга Откровения говорит о церкви, состоящей из всех народов, а где говорит о народе Израиля, который увидит и примет своего Мессию Иишоа только во время последней седмины, когда, как написано, «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Об этом говорит апостол Павел только когда на небо войдет полное число язычников. Тогда ожесточение Израиля по отношению к Иишоа пройдет. Эта пелена, эта покрывала, которая до сих пор лежит на их глазах, будет снято с их глаз самим Христом. Но последняя труба для церкви, состоящая из всех народов, прозвучит в начале седмины, как боевой клич, прозвучит голос самого Иисуса Христа, который сойдет с неба. И силой своей, которую он действует и покоряет себе все, возьмет из этого мира все, что принадлежит ему. И это произойдет внезапно, когда, как сейчас, говорят о мире безопасности, хотя этот мир находится на грани неизбежной мировой войны, и все страны к ней готовятся. Этот мир находится на том этапе, когда внезапно постигнет их пагуба и не избегнут. Но мы, братья и сестры во Христе, не во тьме, чтобы день застал нас как тать. Иисус есть наш свет, истинный свет, который открыл нам через свое откровение все, чему надлежит быть вскоре. И мы верим в каждое слово Его. И будем смотреть только в небо, только на грядущего Иисуса. И тот, кто ждет с терпением, любовью, непоколебимой верой, обязательно дождется. И когда-то совсем скоро этот день обязательно наступит. Мы молимся о том, чтобы Господь наш пришел и совершился весь план Его спасения и искупления всего творения. Вся слава Богу Отцу и Господу нашему Иисусу Христу, возлюбившему нас, искупившему нас и омывшему нас от всех грехов своей крови. И вся слава Духу Святому, пребывающему в нас. Господь наш грядет. Марана Фа. Будьте благословенны, мои братья и сестры. Не теряйте веры и надежды. Бодрствуйте и будьте готовы сегодня и завтра и в следующий день. Не переставайте ждать Его и верить. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин